Кепки Боже милости, будь мне грешного. Создал мне Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови. Хвала Тебе наш Господь, аллилуйя, аминь. Сестры наши в бане все? Да, да. Ну что, мы без них-то поедим, покормить у нас. Вы как сходили? Все хорошо? Хорошо, нормально. С батюшкой встретились? Да, с батюшкой встретились. И в бане были? Ну я не успел, ну ладно. Успеешь, там еще будет. Садил? Да, в баню был. Садил? Прекрасно. А это руку не доносит, что у него? Что-то с рукой? Так, застегнись, когда на молитве, застегнись. Он что-то вот до сюда доносит руку. Ну как? Да-то он накусал на него, он говорит, комары, комаров боится. Ну сейчас-то комаров нету? Нет, я ему думал, крестное знамение до конца не доносит. А, крестное знамение? Да. У него с рукой что-то... Я ему показывал, сейчас в храм мы ходили к батюшке. Говорю, правильно надо делать. Я вот сюда был. А в чем дело? Вот сюда, сюда. Ну-ка давай. Вы пойдете, никаких надписей в кране у нас в рубашке не положено. Рисунки только растительность разрешается. Так, Сергей Павлович, я попрошу выйти сюда. Так, скажи, кто тебе звонил? Михаил Батугин. Так, а что прокуратура? Прокуратура мне не звонила. А кто? Михаил Батугин звонил. А я понял, что прокуратура звонила. Дескать, отправляй скорее. Нет. Вот видишь, как я не расслышал, мог бы и ляпнуть. А там хорошо, что я дома сидел. Михаил Батугин, ему звонила прокуратура, а он мне звонил. А, то есть ему прокуратура? Да. Еще звонила. Чтобы забирал ребенка срочно. Ну, а мы знаем, а что срочность какая? Закрывают лагерь, иначе изымим. Он говорит, в понедельник, что делать? Иначе что будет? Он говорит, в понедельник рано утром уезжает. Он боится, что его приедут и заберут. Ну, хорошо. Пришли эти, может, и забрали. Дальше что, куда забрали? Это что за закон? Это войну никто не делал. Понимаете, как развивается событие быстро? Этого никогда не было. Забрать. Ну, куда забрать? Им плохо здесь или что? Скорее, скорее, что торопится? Вы заметите, что-то за этим есть. Что я еще не знаю. Понимаете, какая охота началась за детьми? Риминальную юстицию не приняли еще, но уже детей изымают. Теперь, где дети учатся? В школе и летом в лагере. А болтается 3 миллиона беспризорных в стране, как говорит статистика. Это их не касается. Детей нужно сделать манкуртами, чтобы они божественного не слышали. И вот смотрите, как предвидится. Я просто вижу так. Ну, а тебе охота, чтобы ребенка забрали? Да ты, конечно, нет. Что ты можешь сделать? Есть люди, которые решаются. Сказали, заберем. Он достает ружье и ждет. И на подходе начинается стрельба. Что из-за этим следует-то? Его убивают и все. Хозяина нет. Это нам надо. Защита только от Бога. Люди Бога не знают. Мне нужна такая гарантия, чтобы у меня ребенка не издяли. Что посоветуете? Советовать еще нет. Одно. Принять мусульманство. Аллах защитит тебя. Попробуй тронь мусульманского. Два миллиарда встанет на защиту. Вот это полная защита. Сейчас начнется отток из лживого христианства в настоящее мусульманство пойдет. Миллионы пойдут туда. И они сразу на учете все до одного. Попробуй тронь. Его защита. У него у каждого пять автоматов спрятано. Россию перерубят пополам сразу. Кто? Казань. Татарстан. Дюк поднимается весь. Никакой милиции не хватит. Недавно передавали. Я не знаю, насколько достоверно. Какая-то цифра. 76 нелегалов в одном Татарстане. Мусульман. Это не что-то. Из них как раз будут готовить ваххабитов. Вот это будет. Они не видят, что это умышленное. Сейчас нагнетание обстановки. Кому мешали здесь в лагере? Так не мы одни. Они охотятся за другими лагерями. Изымем. Но это разговор только. Никого еще не изъяли. Нужно, чтобы началось изъятие. И поэтому упереться стоять. А мы в понедельник приедем, заберем. Нам как раз это и надо. Мы-то дальше посмотрим, что будет. Вот священники говорят, я буду крестить правильно. Меня исключат. Меня запретят. Меня выгонят. Это все священники говорят. Покажите, кого выгнали за правильное крещение. Ни одного. А вот если бы встали все и стали признавать вот это мочение львов, ничего не знать, фикция. Это не обман. Это полный обман сказать. Не то, что не обман, а дикая сатанинская ложь. Это не крещение. Крещение это погружение. Запретили одного, второго, десятого. Сдохла бы эта машина адская. Патриаршая или государственная. Народ бы сразу поднялся. А ничего нет. Это разговор один. Нужна кровь. Как говорили праведники. Кровь семя христианства. Хотим мы не хотим. Эта фраза с первого века идет. Нужна, говорит, кровь. А мы говорим, давайте бескровно обойдемся. Не получится. Будут жертвы. И тогда это поднимет настроение народа. А где вы считали? 249 год. 50 лет полного покоя. Гонений нет. Христиане бросились строить дома, коттеджи, университеты, доктора наук. И вдруг приходят деки. В 249 году как ударил, одна пыль пошла. Христианство уменьшилось может в 10 раз. Лживое все отошло. Но истинное стало. Намертво не сдвинулись. Кого слушать больше Бога? И через три года церковь полностью обновилась. И увеличилась больше того. А его убили. Три года царя кончилось. Вот что надо смотреть на историю. Они нас пугают. Они еще ничего нам не сделали. А что они торопят? Вот люди приезжают. А что? Это они нынешне сказали. Новое правило. А вам родители дали разрешение, чтобы вы... Телефон. Как дали-то? Так они же сами пришли. А документы? Никто не знает про такой документ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Говори. Это не бил. Он показывал здесь сам. Он показывал. Это все заснято. Это он может говорить. Он гунишка. Он лжет на каждом шагу. А Елена, не верь ему. Он не бил, он душил. Он душил. Он показал сегодня. Это мы засняли. Он душил Нестора. Не надо обманывать. Дед, скажи. Ну ладно, не будем. Елена, не будем спорить-то. Это хорошо. Малышку. Малышку свою. Зачем он бил? По голове. Да его не было, Макса. Ты, Елена, ты что говоришь-то? Макса еще не было неделю до него. А он уже сестренку бил. Так, Лена, до свидания. Он там выкручивается, а мама верит. А ты никуда не денешься. Оно из него ползет и ползет. Мои дети хорошие. Понимаете как? У нас, у русских, все по-другому. Вот японцам ты приходишь и... Ну, хозяин видит, ты не знаешь это дело. И он говорит хозяину, знаешь, я вот машину такую взял, а вот там мотор такой, а хозяин понимает, что это не так, он не понимает. Но он соглашается, хозяин, потому что это гость. Понимаете? Во всем соглашается с гостем, кроме одного. Он говорит, у вас дети какие хорошие... Нет, что вы, до хорошего-то так далеко еще. Вот правильное отношение. Раньше у нас было как? В другой деревне я сдавал сусликов и не поздоровался. Шкурки сдавал. Меня подозвал, дед поисел и оттрепал. Я к примеру говорю, у меня это не было. Придешь отцу, скажи. Пришел отцу, сказал. Отец еще добавил. Ни разу не было, чтобы отец или мать заступились. А это прямо голос повышает. Мои дети хорошие. Ничего, это никуда не денется. У тебя рядом все. Твои дети рядом. Они тебе расскажут, какие они хорошие. Я не буду рассказывать. Кирилл устроил драку там, где они в церкви были. Какие-то там, воскресная школа или что-то. А этот девчонку свою, сестренку, долбанул по голове. Не знаю, поленом или чем ударил-то. Первый день, не помните? Поленом, да. Поленом. Он кинул и... Кинул и попал. Вы не смотрите еще. Он совершенно пацан мирской. Вот весь ответ. Будет тепло, мы все будем ходить босиком. Событие, примеры, расклад вот такой, какой я говорю. Мне так видится. И то, что они сейчас жертвуют, это вроде из-за детей. И где-то это необходимо было. Необходимо. Чтобы начать атаку, они даже... Вот это или поджег Рейхстага, или покушение на Ленина, чтобы обидеть террор. Сейчас террор против детей идет. Государственный террор. Не все они знают, но мы посмотрим, что будет дальше. Дети будут до момента, когда нужно. А сегодня мы потренируемся. Как только кто-то появился, все до одного уходят. Вот сюда, вот-вот. А это вот закрывает, не видно. И дальше туда, и дальше я расскажу маршрут. Детей все уводим. Мы никогда ребенка не отдадим. Они, говорят, через наши трупы только будут перелазить. Уводим их, их нету. Но все время надо будет следить, будет дежурный. В ту сторону смотреть, как машина, в колокол. Все до одного бегут вот сюда, вот в этом направлении где-то. А дальше вот за это вот за ним. И дальше мы их уводим. Никого нет. Запираемся, чтобы замок был рядом лежать. Запираем и уходим. Никого нету. Лагерь закрытый. Все. Они то не пустили, а тут никого нету. Их, которые, козыри они взяли, мы их вышибем у них. Они думают, что они умные. Называя себя мудрыми, обезумели, в Писании говорит. Порох Писая знает. Мы их ничего не брали. Они не дали ни одной копейки, ни на кормление, ни на охрану, ничего нет. И мы счастливые живем 44 года. Это почти полвека. Одной, только защищаемся от них. Так, засол. Платочки у всех? У кого нет, покажите. Тараси без рукавов. Платочка нету. У кого нету? Переоделся, надо было взять. Молодец. У кого нету? Все, снимай парков. Разжавого. И без рукавов еще прикол. Назначи другого. Бежать остальным за платочком. А этим приготовь, когда вернуться. Правило одно для всех. Давай-ка, послужишь? Послежим. Подпоешь его и все. Чем плохой парень-то? Замечательный. Так, бегом за листиком. Вот видишь, стеколка какая под ногами. Сразу объявляйте, еще дальше будет после первого-второго. После первого-второго. В первой-второй, там и знаем. Что дальше? Вес или чашку вырезать. Так, девочки потом поверят. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Во славу Божию. Примешь дежурную? Хочешь дежурить? Есть неохота. Одевай фартук, где твой фартук. Возьми и съешь, Катя. Кто тащила сама, сразу съешь. Прихвати подавать, сначала съешь. Сухари себе накладываешь.